День сильных духом. Называлась встреча в областном реабилитационном центре «Лесная сказка», состоявшаяся 3 декабря. Она была посвящена Международному дню инвалида, который отмечается с 1992 года. Цель учреждения этого дня – обратить внимание общества на людей с ограниченными возможностями здоровья и на их потребности. Ежегодно на протяжении уже 26 лет «Лесная сказка» принимает более 500 детей. При прохождении ими курсов реабилитации восстанавливаются нарушенные функции организма. В год здесь бывает 14 заездов. Когда дети находятся в центре, они активно участвуют в мероприятиях, которые здесь проводятся. Этот день также не стал исключением. По традиции дети совместно с педагогами представили гостям спектакль. На этот раз была выбрана постановка «Кошкин дом». Яркие костюмы, творческие номера, игра всех актеров вызвали восторг зрительного зала. Каждый ребенок, приехавший в центр, через различные виды деятельности проявляет свои возможности, способности и таланты. Дети приобретают необходимые знания, умения и навыки, которые им жизненно необходимы в быту и в социуме. Творческие выступления тому подтверждение. Почти 4 года мы пользуемся услугами реабилитационного центра «Лесная сказка». Мы проходим лечение и стационарно, и стационарно занимались мы с логопедом, с психологом, с трудотерапией. Также к нам приезжала выездная бригада микрореволюционного центра «Нага». У нас, конечно, за это время есть большие успехи, Никиты, и в двигательной деятельности, и в плане эмоционального выражения своих эмоций и чувств. Конечно, мы не говорим еще, но там несколькими слогами, мы можем выразить все свои чувства. Это очень большая заслуга, конечно, персонала «Лесной сказки». Также мы пользуемся активно пунктом проката реабилитационного оборудования, который находится здесь, в «Лесной сказке». Было время, что мы вообще не знали, как мы будем выкуривать ребенка на улице. Нам задоставили специализированную коляску для детей-инвалидов. Пользовались мы ей почти год, продлевали два раза аренду, пока не приобрели свои. И сейчас вот по приезду мы здесь проходим сейчас в пульс лечения. Нам также ее предоставили. Мы ходим гулять на улицу, чтобы полегче было. Хоть мы и вводим побольше самостоятельно, но все равно, мы уверены еще, колясочка нам нужна. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам Центра «Лесной сказки». Благодаря вашей работе, совместной с нашей семьей, работе воспитателей детского сада «Электроник». И, конечно, сибири, панедиты, его уходству. У нас эти успехи стали для нас возможными. Конечно, нам предстоит еще много работать во всех направлениях. Но мы надеемся на наше совместное дальнейшее сотрудничество. И благодаря этому мы думаем, что у нас будут дальше подвижки все. Будем жить, ну, хотя они полноценны совсем, но намного лучше, чем было раньше. И мы для вас подготовили с Никитой небольшой музыкальный номер. Уже 23 года в «Лесной сказке» работает отделение «Мать и дитя», где проходит реабилитацию более 100 детей в год. С недавнего времени действует еще одно отделение раннего сопровождения. Мы хотим сегодня поздравить мужественных и сильных духов людей с праздником. Хотим пожелать крепкого здоровья, несокрушимой воли к победе, заботы и внимания со стороны окружающих, душевного спокойствия, тепла и уюта. Мы пожелаем нашим детям, нашим, да, и родителям тоже. И еще пользуясь моментом, я хочу сказать огромное спасибо «Лесной сказке». Это для нас, для родителей, как спасательный круг. Когда мы были маленькие, первый раз, это больше 10 лет, мы переступили порог «Лесной сказки». Мы ожили, мы поняли, что мы можем жить. Да, спасибо вам огромное. Всем-всем-всем. Низкий поклон. Я являюсь Натальей Анатольевна зампредседателем в Орде. Тоже особенная мама, особенного ребенка с синдромом Дауна. В «Лесной сказке» мы тоже дважды побывали. Поэтому поздравляю всех, и родителей, и детей, и организацию «Лесной сказки». Ну, в общем, всех, кто связан с нашим праздником, несмотря ни на что, ни на наш статус, мы остаемся активными людьми. Желаю вам крепкого физического здоровья, стойкости духа, уверенности в себе, счастья и удачи. Проходить все трудности с улыбкой, как наша организация в Орде. Кто, может быть, не слышал или не знает, мы существуем уже пятый год в Буе. Наши мамочки активные с детьми. Мы везде участвуем и в соревнованиях, и ездим по святым местам. Бывали уже и в Ярославле, в Костроме. С нами сотрудничает духовный центр, все организации города Буя, воскресная школа. Музей, дом детского творчества, дом культуры. В общем, для наших детей, для нас все открыты двери. На празднике выступили участники вокальной студии «Крылья», руководит которой Ольга Валерьевна Калачева. Она же, как педагог дополнительного образования «Лесной сказки», ведет занятия в студии «Домисулька». Ну вот так вот все меня задают такой вопрос, тяжело, наверное, мне, так как я уже с такими людьми и детьми работаю лет 20 уже, наверное. Мне кажется, что мне как-то это дается, мне лично это сейчас дается легко. Самое главное – это доброе сердце, положительная энергетика детям. И они отдают тебе ее, видят, что ты хочешь, и они тебе это воздают. Это очень интересная работа, творческая работа. Интересная, важная, нужная. Это им очень нужно и важно знать, что он человек, реализовывает свои способности, что его ценят, ждут, любят, что он может всегда прийти, с коллективом пообщаться, с ребятами. Общение очень важно. И они сами очень талантливые все. Они все молодцы. Я всегда желаю только, во-первых, здоровья, добра и положительных эмоций, и побольше вот таких праздников, мероприятий. Я очень довольна, все молодцы. Все молодцы. И взрослые, и дети были вместе, это главное. И ребята почувствовались и нужными, и важными, и артистами. Все люди, не просто занимающиеся в студиях, но и выступающие с творческими номерами на публику, преодолевая физическую немощь и стеснение, это пример стойкости и мужества. Я тут выступал. Да. Все нормально. Тебе понравился утренний? Да. А ты с кем-то времени нам хотел рассказать какое-то? Мы пожарная охрана. Поторопаться надо, чтобы пожар подружить, нужно воду дружно лить. Спасибо тебе, ребяти. Самое лучшее, на полете, чтобы буду столоваться. Счастья и любви. Счастья и любви. Счастья и любви. Скажи что-нибудь. Спасибо. Вот так. Коллектив и подопечных Центра «Лесная сказка» приветствовала педагог-организатор Чистоборской школы имени Ивана Нечаева Любовь Анатольевна Макарова. Всегда, когда я побываю здесь с ребятами, я готовила совсем другие слова. Но все уходит. Я просто хочу вам сказать огромное спасибо. Потому что всегда, побывав здесь, пообщавшись с вами, у меня появляются крылья за плечами. Мне хочется свернуть горы. Я желаю вам всем мужества. Оно у вас есть, но я желаю еще больше. Я хочу пожелать вам улучшения вашего здоровья, чтобы вы были здоровыми. Я желаю вам в вашей жизни ярких красок. А еще не забывайте, что в нашем мире добра все-таки больше. И желаю вам, чтобы рядом с вами всегда были люди, которые придут на помощь. Первый приз от Деда Мороза сладкий. Я передаю хозяю Борису. Я благодарю за подарки. И хочу тоже присоединиться к словам Любовь Анатольевна. Хочу сказать, что действительно, столько неравнодушных людей. С душой, вот от нас в нашей ночной сказке, хочется выразить каждому слова благодарности. У нас стоят замечательные подарки в коробке, но мы обязательно в каждую группу принесем сюрприз. Директор центра Татьяна Борисовна Королькова поблагодарила всех, кто оказывает центру всяческую поддержку. Это прежде всего попечительский совет, а также все неравнодушные жители. Завершилось мероприятие танцевальным флешмобом от участников Движения Первых. Я хочу от души поблагодарить всех участников сегодняшнего дня. Я считаю, что он у нас получился замечательным, добрым, светлым, насыщенным. Мы действительно сегодня еще раз подтвердили то, что дети настолько талантливы, настолько многогранны, даже несмотря на то, что имеют какие-то ограничения по здоровью. Они поют, они танцуют, они радуются жизни. И вот эти маленькие лучики сегодня растопили, наверное, каждое сердце нашего гостя. И многие прониклись до слез. Я считаю, что этот день не надо забывать. Этот день дает нам возможность еще с большей силой обратить на проблемы детей-инвалидов, под особым углом посмотреть на каждого ребенка, раскрыть их таланты, чтобы они в жизни действительно чувствовали себя намного счастливее, радостнее и были активны в этой жизни. То есть не чтобы они не прятались по домам, а чтобы они действительно были рядом с нами. И я хочу сегодня, пользуясь случаем, пригласить семьи, которые имеют детей, которые нуждаются в помощи, получить услуги в нашем центре. Оформиться к нам очень легко. Нужно будет взять справочку у педиатра о направлении в лесную сказку и уже с этой справкой обратиться по месту жительства в комплексный центр социального обслуживания населения и получить направление в лесную сказку, где уже семья с ребенком получит адресную помощь. С ними будут работать и психологи, и логопеды, и инструкторы ЛФК, и врачи. Всех ждем, всех благодарим. Спасибо, что вы у нас есть. Связаться с нами можно по номеру телефона 8 49 435 355 95.